так привет друзья наступающим годом сегодня 30 декабря 22 года завтра новый год но как принято пока старый не закончился нужно подвести какие-то итоги да я забыл сказать что этот самый железов вот на которого навесили много эпитетов хороших так и не очень но для этого вебинары мы каждый раз когда кто-то меня в чем-то обвиняет мне так удобно потом взять подобрать фотографии и показать что я не верблю тем более того горбы горбы растут у тех кто следует к нижним советам советам уже современников сейчас их развелось как собак нерезанных нам даже тараканов не столько сколько их и все учат уничтожать деревья причем очень эффективно учат вот но все-таки какие-то итоги подведем постараюсь быть без эмоций скажем так то что я говорил это эмоции обидно за садоводство вот видите красный хутор когда-то скупщики благоденствовали только на одном хуторе что не двор 5 10 20 во многих 50 100 а и были варианты 200 ведер яблок вот так было но это есть в целом а возьмем теперь конкретно 22 год как он прошел заканчиваем хреново потеряна посылка сотнями ямаэсовская та самая которая должна была за три дня доставить посылку а в ней супер сорта абрикосов невиданных вот в россии и сотни косточек персика которые вернулись ко мне возвращались выросли с моих на моих персиковых деревьях косточки выросли потом брянской области стали прекрасными взрослыми плодоносящими персиками неукрытыми виде косточек вернулись ко мне и возвращались и исчезли две недели вот полная парализация этой службы вот все что я мог сделать чтобы успокоить свои нервы сказать ну вот найдется посылка я вас оставлю на всю страну клиентов у вас станет на тысячи меньше видите опять о грустном что еще было хорошее что было был супер урожай абрикосов невиданный урожай неслыханный причем уже если не старого дерева то вторая половина их жизни вот хрупкая уже древесина была вот на несколько деревьев рухнули ветки мощные несущие страшно было смотреть на этом потому что вес был вообще невыносимый вес плодов несколько деревьев рухнула абрикосовых целиком то есть все ветки рушились не осталось не оставляя только один пень помните как я низко прививаю вот это вроде бы хорошо почему не только что я не огорчился что деревья погибли я еще к ним еще десяток выпилил надо было освобождать место впереди новые сорта образцы заметьте я не сказал сорта сорта образцы формы вот будем продолжать эту работу остановился я потому что земли больше нет что такое 9 путь плавносящий взрослых черешек смех а не сад и такие примеры масса и получилось так что даже не смог снабдить черенками всех желающих сад стареет в общем дальше сказал что этот да заготовил косточек если такими темпами продавать лет на 10-20 потом выбросить я всегда их успею хотя их место на шпицберге не на острове где хранится мировой запас семян в вечной мерзлоте под вечной мерзлотой вот но наука спит вот наука спит еще в десятки случаев когда можно было резко увеличить количество деревьев вот стране не убиваемых вот но я боюсь что они даже не знают как это делать вот нет нет не удалось продвинуться не на шаг чтобы на дорогах появились специальные предупреждающие и даже ограничиваются знаки скорость там где геопатогенные зоны машины бьются люди бьются наука продолжает мудро спать это очень мудрое решение во сне можешь видеть сны просыпаешься еще тысячи погибших вот вот это тоже минус не удалось ничего добиться в этом плане вот значит к сожалению к моему сожалению рынок не изменился а стал хуже в каком плане значит как были завала до дорог на рынках интернет магазинах огромное количество южных привозных саженцев их стало такое ощущение не меньше вот этот рынок процветает потому что люди сами выращивать не умеют и не хотят самое страшное что не хотят в этом рынке я их называю мертвого мертвого живущим мертвого рожденные вот так скорее и тут ничего не поделаешь вот это расчетно-человеческая наивность доверчивость даже доброту ведь никто потом когда человек стоит продавец на рынке он продает неделю две-три человек посадил он мертвый и никто наверно никогда случая не было русские вот чтобы человек вернулся и набил морду тому или хотя бы деньги потребовал назад к сожалению успевают уехать саженец сапоги умирает долго и долго невозможно отличить живого от мертвого саженца наверное поэтому сходит с рук что еще значит болезнь та самая которая привезли с юга особая бактериальная болезнь именно яблони и и кого-нибудь скорее всего закончилась но закончилась вместе с гибелью деревьев знаете огромная ошибка все валить на грибы якобы патогенные ошибка страшная грибы никогда дерево не убивали они только подбирают мертвых причина погибают деревья люди губят и бактерии губят тут мы бессильны когда такая болезнь пришла это она не то что не заметили каждый заметил только свои деревья деревья в целом всю картину страшную трагедию разыгравшись в хакасии на юге края вот целом осознать понять никто не смог наука оказалась стороне надзор на органы стороне ведь кто-то и сюда привез вот это минус я говорю что хорошего что она эта болезнь фактически исчезла она исчезла вместе с деревьями а сейчас будут садить по новой ну садят уже деревья не успевают заболеть умереть от бактерий просто они умирают походу посадил мертвую посадил мертвая сейчас это так или а ночью живое но первый же зим уже не переживет вот это тоже минус большой цены на рынке саженца упали резко теперь продавцам лишь бы продать падает спрос в целом по стране все меньше людей интересуется садоводством вот хорошо что цены падают за мертвые деревья люди меньше заплатят вот далее литература в виде бесконечных фильмов где с умным видом говорится что резать надо даже не один раз в сезон каждое дерево до сих пор не знают причины почему устранение садов поэтому и нету деревья теряет иммунитет погибают не сразу и никто не связывает гибель дерева с этой же обрезкой почему вторичные признаки толпы муравьев толпы тли не понимаешь и тля есть только деревья лишены иммунитета каждое дерево имеет свой личный иммунитет максимальный иммунитет это когда я села на него это прокусила кожицу молодого листочка и сдохла вот это есть иммунитет вот доказательства клянусь богом моем саду нет ни одного капли до химиката все нормальный ответ вот совсем немножко тли я не могу сказать что все деревья абсолютно здорово нет все деревья здесь иммигранты в разной степени приспосабливаемости вот как развивались события с аномальные именно нам присущих как я же рассказываю про свои наблюдения выводы я аж дальше хакаси то не вижу вот перестал уже ездить по стране вот дичайшая засуха отсутствие совершеннейшее отсутствие воды вот на урожая чтобы с апреля засуха началась обычно жаркое лето совершенно не получилось катастрофа то есть урожай был даже не простой а особый иногда думаю а если урожай предвестник катастрофы в будущем например двадцать третьем году не исключаю после такого сумасшедшего урожая я даже спрогнозировал что где-то мая ударят во время светения морозы деревья не погубят но не могут дважды такой урожай давать деревья потому что первый урожай этого года был невиданный неслыханный значит прогноз такой что-то убьет цветы посмотрим интересно сравнивать свои прогнозы и настоящие прогнозы 2 января будет очередной вебинар понедельник будет буду продолжать том же духе будут ли зрители 2 января вот посмотрим фанатиков хватает которые важнее садоводство чем это лишняя рюмка поглядим вот ну и что дальше будет страной я имею ввиду садоводческой значит до сих пор там верхах не появилось ни одного человека который знает садоводство кто-то может сказать как я не знаю у меня диплом вот смотрите сельхоз ул закончил я там замминистра я в начале сельхоз департамента вот они не знают настоящего садоводства вот я сейчас почему я обвиняю их даже не науку науку обвинять в ее нищете вот это мне уже говорили не пинайте валерий константинович этих лежачих но чиновник это другой народ он более сытый благополучный у многих в экран не влазит даже в видеономии есть такое вот но все сейчас это мое заключительные слова выводы сейчас все должно быть направлено на дачное садоводство подчеркиваю на дачное на дачное и только и только на дачное вот больше никакое почему значит сейчас у нас на дачах уже у меня у моих учеников сотни невиданных клонов которых наши российские морозы не берут я специально сказал клон а то некоторые меня обвиняют в том что я присвоил на название сортов нет клоны потому что они фактически отличаются уже от сортов это как варианты причем незаконные раз и ненаучные два и вот получается так все это возражать научных садах у них нет подходя вот то что я говорю это кажется таким как бы сказать это ну не может такого тебя у них нет кадров они не умеют прививать их задача была бы это сорт а скрестить сортом б получить что-то среднее они не умеют прививать в них нет подвоев какие есть у нас сибири там европе вот сюда в сибирь переехала все лучшее что есть на планете эти бельгия франция польша украина особенно я оттуда привозил вот повалить кто что было уже в россии но двинулась на севере уже то что в россии было китай дальний восток который для нас как за граница казнина нет на свете где теперь расползло все это моего земляка байкалова нет на свете все расползлось и исчезает бесследно вот кричу корол не помогает вы уже поняли к чему я говорю мне кажется что учитывая что нет настоящих кадров диплома не в счет научных садах вот я знаю как оттуда уходили неудобно говорить фамилии называть свободное плавание действительно специалисты супер а других иных уж нет а те далече и сейчас просто взять команду ну-ка быстренько все что уже ли завоеву его еще чтобы быстро было перенесено научиться эту команду никто не даст а если даст то их надо учить по новой вот ну то есть теоретически да в принципе так и надо но так как то что я говорю нереально остается дальше сады причем не промышленные сады а дальше с их мини питомниками вот будущее россии обеспечить свою деревню свой район потом свой город город одноэтажный это одноэтажные города это миллионы этих самых людей горожан которые живут на земле подчеркиваю многоэтажные окраины это еще миллионы вот а потом когда как это можно обеспечить вот литературу конкретно железово надо в миллионных тиражах сделать обеспечить все учебники учебника это фактически учебники мои книги это учебники обеспечить ими все эти библиотеки школы вот университеты академии чуть ли не детские сады вот это все надо в школах возродить крошки юнатов школах отменить эту дебильную биологию которая уничтожает последний интерес у детей глупость предательство вся дурь которую набита учебниками вот не а при этом не знать ничего ни о себе биология это еще наука чеки помните как громко звучит не знать ничего о человеке не уметь оказать первую помощь как что когда кровь жидкая кровь густая тромбообразование значит яички у мальчиков которые будучи перегретыми вырастают инфантилы вот слабая дохлая неспособная зачать детей и это есть и много и все это в учебниках должно быть сколько я про это говорил происхождение человека глупость невежество до сих пор ищут ту обезьяну от которой человек произошел за несколько десятков тысяч лет за несколько тысяч поколений и идиоты а внушили людям что мы обезьяны а значит бей грабь убивай калечь насилует это биология сечина учебник биологии что написано доказал что у человека нет души ой извиняюсь не не буду я убирать вот это матерное слово не буду пусть будет слушайте дальше значит если полностью перенять технологию вот современную новую железу я не скрываю на абсолютно новая она ничего общего с этой не имеет только потому только потому что она наоборот она щадящая она не каторжная работа в саду становится праздником чуть сад подрос только скосил три раза не убирая траву и все ой сколько еще наговорить бы но не 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 тот день возродить дачное садоводство государство должно помочь издав литературу отменив все эти про проведя специальное заседание расширить заседание академии наук вот вызвали бы меня я бы ему это объяснил что надо делать и как перестроить учебный процесс чтобы студенты наконец-то узнали как выращивать сады выходит попробуйте студенту это вот команда возродить садоводство она тут же будет это самое как бы назвать то она тут же будет эта команда извращена до предела и уже такие попытки были на белоруссии белоруссии были вот сколько денег ухлопали пустую та же самая технология мы в одно целое в общем получается так ведь к снегу навалило уже ничего и не видно вот уже ничего не видно давайте будем делать так закругляться основные мысли я сказать успел вот на на следующем году мы будем более конкретно более конкретно говорить говорить и говорить потому что нас мало нас так мало что пока мы я научу тысячу людей как как бережно относиться к деревьям из гарантии вырастить в это время миллион другой научат как даже то что есть уничтожить давайте друзья прощаться с новым 2000 наступающим 2023 годом и пусть это будет лучший год садоводстве подъем садоводства вот подъем расцвет садоводства нужно не начнется на голом месте помогайте раздавайте распространяйте вот один единственный случай в моей жизни человек потратил шестьдесят одну тысячу получил от меня больше тридцати это больше трех тысяч косточек абрикосов всяко разных вот и в ленинграде питере раздает всем желающим чтобы было новый подъем вот и не олигарх а просто нормальный человек который хочет оставить свой след на земле как нас мало ребята как нас мало а еще есть церкви а еще и школы заказывайте скидки будут все будет делайте делайте добрые дела давайте возродим садоводство ну сколько можно 40 обработок и мы это все жирем жирем яблони груши кажется все все можно кушать мало того что не вкусно как восхищаются те кто вырастил персики абрикосы груши мои как они восхищаются они наконец-то узнали настоящий вкус а то видели только карт на картинках а на картинках то же самое что это сексом на картинках заниматься с помощью картинок также и садоводство увидели красивые яблоки вот на сайте они наворованные фотографии в интернете и у меня же наворованы у железа вот десятки фотографий распространились в сотнях сайтов плодопитомников интернет-магазинов мои вот и все весь мой вклад в садоводство вот вклад в карманы этих мошенников которые это обули еще будет миллионы наших наивных сограждан грамотных умных своей основной работе но в садоводстве наивных и доверчивых все друзья до свидания это был крик души вот грустный год я ничего не могу поделать даже супер урожай абрикосов яблонь груш слив вишен супер урожай даже он не мне не успокоил меня сильно много в стране беды от невежества и равнодушие равнодушие тех кто должен был все это исправить но не сбылось до свидания друзья да Продолжение следует...